Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш тёплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, пока все дома мы вас ждём. Доброе утро! В эфире семейно укрепляющая программа «Пока все дома», которая сегодня в гостях у Витаса. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чём просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Витас, пожалуйста, знакомьте со своей семьей. Так, значит, моя любимая, любимая моя Аллочка, мой любимый ангелочек, которого я безумно люблю, а это моя любимая Светочка. В вашей Алле объединились две линии жизни – Витас Ваша, Свет и Ваша. Какие две фамилии слились? Моя фамилия Грачёв, и, как правило, Светочка взяла мою фамилию, и, как правило, Аллочка тоже Грачёва. Алла Грачёва. Самое интересное, что наши фамилии начинаются на Гран. Моя Гранковская девичья фамилия у него – Грачёв. Алла, сколько тебе, покажи, сколько тебе лет? И скажи, три с половиной уже. Это уже человек самостоятельный. Но когда-нибудь, Аллочка же вырастет, ей будет очень интересно узнать свою историю, узнав вашу историю. И поэтому нужно рассказать о самых давних корнях исторических, о которых хоть что-то известно. Вообще, хочу вам сказать, что у меня творческая семья. Мой отец был солистом вокально-инструментального ансамбля, дедушка пел в военном хоре, мама моя – художник-модельер. Вообще, у нас такая творческая семья, и, наверное, неудивительно, что я тоже занимаюсь и выбрал для себя этот путь, путь творчества. И больше вам скажу, что это, наверное, не мой путь, это моя жизнь. Путь, за счастье завтрашнего дня, прилетела крылья на звенья, выбери меня, выбери меня, путь, за счастье завтрашнего дня. Сейчас очень важно, чтобы вы рассказали историю своей семьи. Откуда ваши корни? Я родилась в Одессе. Вы знаете, наверное, самая такая интересная история там, когда я уехала в Москву, сбежала с Виталиком. Я понимаю, как моя мама переживала. Я написала записку ей. Ой, страшная записка, конечно. Я с ужаса вспоминаю. Ты можешь рассказать, что ты написала в этой записке? Да, я написала записку «Мамочка, я тебя очень сильно люблю, но без Виталика я жить не могу». Мне было 16 лет, я просто желаю. И она сказала, что если она будет препятствовать ее уезду, то она покончит жизнь самоубийством. И вы представляете, насколько все это было серьезно? Как мама воспринимала? Я сейчас понимаю. Мама, конечно, очень сильно переживала. Я ее понимаю, понимаю своих родителей, так как я сейчас сама стала матерью. Вот, ну... Все, что не делается, все к лучшему, наверное. Сейчас у нас, видите, счастливая семья. Мы любим друг друга. Да. У нас перспективная семья. Мама очень счастлива. Папа тоже. Надеюсь, что Аллачка вырастет тоже артисткой, потому что она и рисует, и танцует, и поет. И стихотворение про папу даже знает. Аллачка, ты можешь рассказать стихотворение про папу? Да? Вот, положи печенье, расскажи, пожалуйста, да? Спасибо, милая папочка, что ты достался мне. Люблю улыбку ясную, она как свет в окне. Хочу, чтобы ты счастлив, успеш и здоров. Ты самый замечательный, вот, и с отцов. О, какое хорошее сихворение. Прекрасно. Кстати, наша первая встреча со Светланой произошла в Театре музыкальной комедии. Кстати, можешь рассказать об этой встрече? Да. Это очень интересная такая история. Да, это было в нашем любимом родном городе Одессе, в Театре музыкальной комедии. Виталик тогда исполнял песню свою «Опера номер два». Я ее тогда еще ни разу не слышала, это было впервые. А я стояла за кулисами. Слушала, да. Да, я слушала за кулисами. Вы знаете, вот, не знаю, что произошло, выключился свет, темнота. Я не могла понять, что происходит. Вот, Виталик куда-то исчез. Я подкрался просто. Я, знаете, что... Я почувствовала неожиданно, что меня кто-то сзади обнял. Знаете, такое ощущение было, мне даже не хотелось... Мне не хотелось знать, кто это. Вот, знаете, вот не хотелось знать. И мне кто-то прошептал на ухо. Милая. Милая. Помнишь? Вот с этого момента началась счастливая семейная жизнь. Знаете, я посмотрела... Это же звучит маловероятно, а это правда. Довольно-таки романтично. Да, я вот посмотрела на него, я посмотрела, я поняла, что вот в нем вся моя жизнь. Светлана, тогда чуть-чуть раньше. Как вы там оказались, почему не в зале, почему за кулисами? У нее есть сестра родная, Наталья зовут. Она тоже выступала в этом концерте. А Света участвовала в танцевальном номере. И они выступали за два или за три номера до того, как я должен был выйти на сцену. Они отработали, увидели... Света, наверное, увидела статного красивого мальчика и решила остаться за кулисами. А что там со Светом случилось? Погас свет, но вспыхнуло света. Светочка, да, Светочка немножко неправильно рассказала эту историю. Просто в конце номера, после песни опера номер два, было запланировано, что свет погаснет в зале. Я зашел в правую кулису, обошел и понял, что она стоит там. И в темноте ее сзади обнял и прошептал на ухо, милая. Значит, Света была замечена ранее? Конечно. Нужно еще что рассказать. Я давно за ней следил. Значит, стаж знакомства Виталия с вами-то больше? На сколько минут? Думаю, что на часа полтора. О! Больше. Было время подумать. Потому что я не мог устоять перед этой красотой. Да, вы знаете, я вот так, наверное, не совсем верил в этот миф, в любовь с первого взгляда. Но я после того, как я посмотрел в ее глаза и понял, что действительно в этом мире существует любовь с первого взгляда. Я понял, что это мой человек. Крикну клинам журавлиным, я тебя люблю. Я отвечу ветром встречным, я тебя люблю. Крикну клинам журавлиным, я тебя люблю. Крикну клинам журавлиным, я тебя люблю. Крикну клинам, такой блокбастер, знаете. Мы договорились с ней встретиться в определенное время, в определенное время, вместе. И я уже тогда предполагал, что наши родители могут созвониться. И для того, чтобы они не созвонились, я такой маленький нюансик предусмотрел. Я обрезал телефонный кабель. Мы сели в поезд, поехали. И я понимал в тот момент, что она несовершеннолетняя. Что ей всего 15 лет. И документов у нее нет вообще никаких. Свидетельство о рождении было спрятано. Паспорта, как такового, тоже не было. Мамой спрятано все? Конечно, потому что мама понимала, что Света может убежать. Она это предполагала. И мы уехали. И единственный момент, знаете, который я, наверное, никогда в своей жизни не забуду, это таможенный контроль. Но, видимо, Богу было так угодно, когда зашли таможенники, зашел таможенный контроль. Светочка лежала, значит, на первой полке справа. С левой стороны лежала девочка маленькая. Наверху лежала ее мама. И еще одна девочка. То есть было три девочки приблизительно одного и того же возраста. И стопка паспортов лежала просто на столе. Таможенники прошли, увидели, что мать едет с детьми. И должного внимания, к счастью, на это не обратили. Я, наверное, тогда впервые обратился к Богу. Сказал, Господи, спасибо Тебе за это. У нас все как в кино. Голос, это ведь то, что было дано. Но роль человека в этом, это только правильно его использовать, да? Как правильно оценить этот дар? Я свое первое произведение «Оперо номер 2» написал в «Три часа ночи», потому что я очень много слушал материала. Я интересовался музыкой, слушал различных композиторов, начиная от классики, заканчивая классическим джазом. Я искал, я постоянно был в поиске. Я хотел сделать то, чего не было в этом мире. И в «Три часа ночи» я нашел вот эту высокую ноту. Мой отец, который находился в соседней комнате, вышел и сказал такую фразу. «Витальщик, если ты сейчас не прекратишь кричать, я вызову милицию». То есть первый успех, наверное, был таким. Я очень ранимый человек. Я ушел из квартиры, я обиделся, но потом вернулся. И я понимал, что я все-таки нашел эту ноту. Высокое, оно кажется чем-то таким тонким и хрупким. Насколько трудно сохранить вот такой голос, насколько он уязвим? Бывают и концерты в Сибири, где очень холодно. Холодный воздух. Да, бывают концерты на огромных площадях, на открытых стадионах. Вот, допустим, в Китае там 100-тысячный стадион. И там сентябрь месяц. И после концерта чувствую, что мои голосовые связки уже недостаточно эластичные. Приходится прибегать к каким-то тонизирующим средствам. Я, допустим, пью перепелиные яйца для того, чтобы смазать и смягчить голосовые связки. Я помню историю в 2004 году, когда со мной занимался мой преподаватель афроамериканской школы вокала Хосе, он заставлял меня, в прямом смысле этого слова, заставлял меня пить стакан холодной газированной воды со льдом. И после этого я должен был кричать 20 минут надрывно. И таким образом закалялись мои голосовые связки. А сорвать нельзя было голос так? Это делалось очень, так скажем, ювелирной работой. Все это было на грани. КОНЕЦ Но ведь у любого фронта есть тыл, и обязательно есть люди, которые являются опорой. Без них многое бы, наверное, и не свершилось. Кто эти люди? Знаете, я с большим уважением отношусь к своему продюсеру, потому что я всегда, знаете, наблюдал за ним, очень часто наблюдал за ним со стороны, я всегда смотрел все программы, в которых он участвует, и мне было интересно. И когда вопрос заходил о моем творчестве, и кто-то говорил плохие вещи, я видел, с какой искренностью, знаете, он как за себя прям. Он действительно очень глубокий, очень иронимый и очень творческий, и что самый интересный человек. И я его за это очень сильно уважаю, профессионал с большой буквы. Ну и что самое главное, самое важное, что он человек с большой буквы. Я тебя хмельну, как разлук, обниму, возьму тебя на руки. Я тебя шальную, словно ругань, ни врагу не дам, ни дам, ни другу. Так со мной случается нечаса, подарю тебе кусочек счастья. Будешь словно в окнах свет качаться, мотыльки на свет, двое будут мчаться. Знаю, что очень много работы в Китае. Каково петь людям, которые не понимают языка? Как китайские зрители и слушатели воспринимают? В большей степени, конечно, их привлекает.